Девушки из Бобручанки 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 Вот удар 1-0. 1-0. Становится у нас счет на 14-й минуте. Как видим, просто вколачивает мяч в сетку ворота Анастасии Путько. Футболистка Бабру и Чанки. Так, ну что там за карточками? Палец в кармашек Кирилл Точеный. А вот это вот интересно. Кому там будет вынесено вот это вот предупреждение. Ну и сейчас, конечно, дождемся повтора этого гола. Давайте смотреть. Вот такой вот был нынус изначально. Пропускает голов. Ну, про игры чемпионата мы чуть-чуть, возможно, попозже поговорим. Есть передача в штрафную площадь, нету оффсайда. Ну и пожалуйста. 2-0 становится у нас счет. Ну, конечно. Кто ж еще? Ольга Анисковцева. 18-я минута. Ольга Анисковцева забивает второй мяч ворота Анастасии Путько. Ну, вот так потиху помалу. Видим, что в желто-четах раскачивают этот матч. И уже такая хорошая фора становится у команды Николая Касаткина. Давайте смотреть, кстати. Девушки из Пинского района одержали единственную Викторию по ходу всего сезона. Была одержана победа в матче 30-го тура над командой Гомель. Забила тогда Елизавета Чухольская на 12-й минуте. Ну и вот так, в принципе, Виктория это и позволила разместиться на предпоследнем месте. Есть еще один момент. Ух, какой классный эпизод в дальний угол. Сейчас первая на мяче. Ольга Анисковцева. Ольга отдает передачу назад. Это уже Анастасия Сидорчук. И снова заброс в штрафную площадь. Удар и мяч попадает в перекладину. Конечно, Жоя Горбунова обязана была уже здесь решать. Вот Ксении Похлестовой. Требольный снаряд вышел за пределы лицевой линии. Встречал, загорается над стадионом имени Александра Прокопенко. Он сейчас остается у гостей. Есть передача назад. И вот он удар. Вот он удар издали. София Гирник. Приложилась Екатерина Крючинская. Вот номинальных, ну вернее, реальных, да, гостей. 3-0. Ну вот видим, что пока такие вот сухие у нас матчи. Ну, кстати, в 16-0-0. И еще один момент. И это гол. Это гол. Счет становится 3-0. Показывает на центр Кирилл Тащеный. Ну и видим, принимает поздравления Анастасия Сидорчук. Десятый номер. Ну что, такой бенефис сегодня у Насти. Это второй мяч. Ну и плюс также ассист сегодня. Перехватывает мяч девушка из Дюссошапалис ГОО. Заброс на правый фланг. На скорости спешит в атаку Анастасия Гиевич. Ну кто ж, как не она, может обострить ситуацию. Ольга Гречко. Хорошее вхождение в зону. Есть передача. И какой классный момент. Надежда Шенкарук. Ну вот снова идут свои наступательные действия. Ну конечно, как же там. Ольга Гречко вырезала вот эту вот передачу. Штрафную площадь. Ну просто блестяще все было сыграно. И сделано шестнадцатым номером команды Дюссошапалис ГОО. Передача следует налево. Это уже Валерия Кунцевич. Мягкий пас в штрафную площадь. Так, ну что, был ли там офсайд? Ну по-моему не было. Ну и пожалуйста, 4-0. 4-0 становится у нас результат. 58-я минута. Бобручанка забивает очередной гол. Ну на сей раз уже Татьяна Логинова отличилась. Тоже были у нее моменты, были попытки. Давайте смотреть. Хотя команда Дюссошапалис ГООО. Очевидно, что на гол как минимум коллектив Сергея Чепкова все-таки наиграл. В сегодняшнем противостоянии. Но вот мяч упорный не идет именно в створ ворот. Еще один момент. Удар по воротам. Ух, как здорово Анастасия Путько. Вытащила свою команду. Вторым темпом атака продолжается. Еще один удар. И снова Настя Путько. Выше всяких похвал играет. Ну что ты будешь делать? Ну вот где защитницы? Дюссошапалис ГОО. 5-0 уже. 59-я минута. Ну буквально в течение 1-2 минут. Тут Бобручанка уже сделала счет крайне неприличным. Валерия Кунцевич. Развернулась на 360 градусов. Пробила. Начнется 18.00 сегодня. Ну соответственно завтра тур завершится поединком между командами Сморгонь и Витебском. Игра стартует в 14.30. Футболистки Бобручанки снова мчатся в атаку. Ух, есть передача. И удар 6 на. Красота, да и только. Ну просто разрезали эту оборону. Как ножом масла. Футболист команды Николай Касаткин. Ну пожалуйста, Зоя Горбунова. Зоя Горбунова также. Да, все нити игры сейчас остаются за хозяйками этого противостояния. Очень все здорово получается у команды Николая Касаткина. Юлия Дубень. И снова забросся в штрафную площадь. Успеет ли за мячом здесь Татьяна Логина? Да, успевает. Пас назад. Ух, какой классный гол. 7-0. Красота. Покер. Покер оформляет Анастасия Сидорчук. Да, 10-й номер сегодня в Кураже. 10-й номер сегодня в Азарте. Но притом сейчас очень-очень спокойно воспринимает свой успех Анастасия Сидорчук. Это покер. Скоро уже можно мяч будет дарить. Команды Душа Шепалес ГО. Есть перехват. Снова Анастасия Сидорчук. Ну, также еще один момент. Потом прервусь на комментарии. Восьмой пошел. 8-0. Татьяна Логинова забивает. Да, что-то с командой из Пинского района вообще случилось. Притом непонятное. Вот если бы у нас был хоккей, наверное, да, то тайм-аут. Мог бы взять Сергей Щепки. Но учитывая, что у нас в футболе это левый полуфланг. Через центр здесь не удается продраться Ксении Солимончик. Ну и при этом обрезка случается. Это, конечно, чревато последствиями. И вот эти последствия могут сейчас наступить. Они наступают. 9-0. Показывает на центр Кирилл Точеный. Ну, а мяч отправляет с эту щековую ворот Валерия Концевича. Да, что-то пинчанки удивляют. Но удивляют, правда, не в самом лучшем варианте. С другой стороны, давайте, друзья, наверное, отметим больше действий. Возможно, многие предполагали, что Баглучанка победит. И снова выход один на один. Ну вот, можно и десяточку уже забивать. Удар поворотом. Так, ну куда там мяч попадает? В сетку или мимо полетел? Я не совсем здесь понял. Давайте в повторе разбираться. Но пробить не получается. Быстренько разряжают обстановку защитницы. Команды Баглучанка. Еще один момент. Удар поворотом. Ну вот он момент. И команда Андрея Пышника играет против Гомеля. Там счет пока 4-0. Ну, также там около 10 минут. Только до окончания первого тайма остается. Ну, как видим, в стартовых матчах у нас неожиданностей нет. Еще один момент. И спасение Анастасии Пусько своих ворот. Ну, атака продолжается. И мяч так вот курсирует неподалеку от владений. Оксана Шпак. Передача на левый фланг. Дубень. Юлия хорошо здесь разбирается со своими опекуншами. Здесь передача на правый фланг. И вот так вот снова разрывают. Ну, просто разрывают оборону соперников. Футболистки Бабручанки. Пожалуйста. 11-0. 86-я минута. Ну, все как по нотам. Как блестящая Бабручанка сегодня работает. Ну, и видим Зоя Горбунова. Оформляет дубль. Очень красивые комбинации. Оформили Зоя Горбунова и Татьяна Логинова. Ну, и Фомичу. И сегодня хорошего вечера среды. Еще обязательно услышимся на футболе. Всем пока и до новых встреч.